Всем привет! Меня зовут Ирина и это программа «То, что надо увидеть». Сегодня я хотела бы поведать вам об одной стране, где уже сто лет проходит самая популярная гонка, где есть парк оптического будущего и где находится одно из самых красивых мест в мире. А для начала немного о стране. Франция – государство в Западной Европе. Девиз республики – свобода, равенство, братство. Столица – город Париж. Большинство населения Франции имеет смешанное голороманское происхождение, говорит на языке романской группы. Большая часть Франции расположена в Западной Европе. Ее материковая часть на северо-востоке граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке – со Швейцарией, на юго-востоке – с Монакой и Италией, на юго-западе – с Испанией и Андоррой. Во Франции проводится самая престижная велосипедная гонка мира – Tour de France. Она начинается в июле и состоит из 21 этапа, каждый из которых длится один день. В июле этого года состоялась уже сотая гонка. Победителем всего тура становится тот гонщик, суммарное время которого является наименьшим среди всех участников. Возможно, выиграет тур, не выигрывая ни одного этапа. Грег Лэмонд и Алиберто Кантадор сделали это в 1090 и 2010 году. Самому агрессивному гонщику по итогам этапа на следующий день вручается специальный номер – белый на красном фоне. Одни из самых главных критериев – бесконечные атаки. Самого агрессивного гонщика выбирает группа экспертов. В этом удивительном парке вы сможете совершить погружение к Атлантиде, увидеть неповторимую феерию света и погрузиться в парк древних животных. Футороскоп – парк оптических аттракционов будущего. Здесь с помощью новейшей кинематографической техники, огромных экранов, стереоскопических фильмов и круговых панорам вы переноситесь в фантастические миры. В парке Футороскоп все посвящено науке вообще и визуальным технологиям в частности. Вы увидите кинозал с подвижными креслами, 3D-кинофильмы, музей истории кино, где собраны самые невиданные достижения визуальных технологий. В парке есть аттракцион «Ля Флёр», где со высоты 45 метров открывается прекрасная панорама. Отдельный детский парк площадью 2 гектара, сплошь занятых аттракционами. Водные велосипеды, машины с дистанционным управлением, водяные горки, бассейн, музыкальный дом и многое другое. Кроме того, Футороскоп – это ряд научных и учебных центров, проводящих исследования готовящих специалистов в области новых информационных технологий. Вам нравится импрессионизм? Вы балдеете от вида цветов? Тогда вам прямая дорога в Живерни! Живерни – это красивое местечко на северо-западе Франции, 80 километрах от Парижа. Более известная как сад и дом Клода Мане. Художник заметил это место, наблюдая из окна поезда, после чего у него появилось навязчивое желание переехать. Арендовав домик и небольшую площадь вокруг него, Мане разбил сад с яркими цветами и пышной растительностью, где создавал свои гениальные творения. Парк открыт для посетителей с 1980 года, сразу после реставрационных работ. Особенно популярен сад бывает летом, когда природа распускается и бутоны цветов украшают зеленый ковер. Место также известно музеям, посвященному импрессионизму. Здесь протекала бурная артистическая жизнь города, а кафе и ресторан неподалеку были центром сосредоточения актеров и художников того времени. А теперь, дамы и господа, неистовая десятка. Во Франции продаются самые дорогие и при этом самые вонючие грибы в мире – трюфели. В среднем они стоят 600 евро за килограмм. И это вместе с землей, вдобавок нечищенные. Каждый день во Франции выходит как минимум по две кулинарных книги. Во Франции находится самое большое количество замков в мире, а именно 4969 штук. Во Франции были изобретены женские колготки. Французские поцелуи французы называют английским поцелуем. А теперь то, что должен знать каждый русский турист. В стране практически нет коррупции. Дать отку полицейскому или какому-нибудь другому ведомству категорически не рекомендуется. Не возьмут, да и вас дадут. От французского красного вина не болит голова. Во Франции запрещено. Давать поросятам имя Наполеон. Сажать любые летающие тарелки на виноградные поля и продавать кукол с нечеловеческим лицом. Блин. Все мои мечты разрушены. Все французы ненавидят Макдональдс. Но если их чадо подросткового возраста пропало из поля зрения, то искать его надо именно там. Француженки отличаются от привычных стереотипов. В основном они небольшого роста и полноватые. Вообще-то любой нормальный мужик мечтает о француженке. Они ведь любят стройных, худых. Это ж это ум женской красоты. Вообще-то я это в гугл прочитала. В гугл не врет. С вами была Элина. До скорой встречи. Пока-пока. Я это в гугл прочитала. Он не соврет. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok